Здравствуйте, коллеги! Хорошо слышно. Жду ваших плюсиков. Ну, вроде бы хорошо. Здравствуйте! Хочу для начала представиться. Меня зовут Филина Надежда, я являюсь сотрудником круизного департамента, занимаюсь круизами уже более 10 лет. И была уже на 12 лайнерах круизной компании МСС. Ну, это, собственно, и понятно, почему так много, наверное, лайнеров в своей жизни я увидела, потому что я занимаюсь образовательными турами, я вожу различные группы рекламные в круизы. Поэтому 12 лайнеров, но на некоторых из них я была даже по нескольку раз. Также в прошлом году мне посчастливилось увидеть и познакомиться с продуктом круизной компании Люксовой Сильверси. Мы ходили по Персидскому заливу, то есть я познакомилась и увидела, что же такое круизы класса Люкс. Считаю достаточно большим своим упущением то, что я не видела конкурентов, к сожалению. А я считаю, что увидеть их нужно, поэтому я приняла решение, купила сама себе круиз на аж 2020 год, на новогодний круиз по Карибскому региону с круизной компанией Royal Caribbean. Поэтому посмотрим, наконец-то познакомимся с конкурентами, чтобы была возможность сравнить. Это будет первый мой опыт сравнения такой. Что касательно сегодняшнего вебинара, давайте традиционно проговорим вообще о нашем проекте. Дело в том, что у нас идет коллегроскоп различных вебинаров. Они проводятся в онлайне, как вот сегодняшний, например, вебинар. Так есть вебинары, которые записаны в оффлайне, которые вы можете в любой момент посмотреть. У нас в данном круизном проекте задействовано порядка 11 экспертов. Затрагиваем мы различные вопросы абсолютно. То есть и наши вебинары, они ориентированы как на новичков. То есть мы хотим как можно больше привлечь и менеджеров круизных, которые продают различные курорты, различные направления, чтобы они стали именно круизными специалистами. Ну и, соответственно, ряд вебинаров у нас направлено на уже продвинутых таких морских волков, которые могут более глубоко изучить данный продукт. Рассказываем какие-то, может быть, моменты, которые, такие нюансы, которые могут быть для них интересны. Что касательно сегодняшнего вебинара, мы сегодня с вами поговорим совершенно об уникальной круизной концепции, которой нет больше ни у какой другой круизной компании. только у МСИ. Что же это за концепция такая? Называется данная концепция МСИ Яхт Клуб. Это специальная, отдельная обособленная зона, в которую могут отправиться в этот круиз те пассажиры, которые хотят исключительного сервиса, исключительного обслуживания. Они хотят находиться как бы в таком замкнутом пространстве клубной, единомышленников, скажем так. Хотят владеть различными привилегиями, которые дают возможности Яхт Клуба. Но при этом мы находимся на борту огромных мегалайнеров, поэтому всегда можно из этой зональности выйти и пойти воспользоваться теми теми возможностями, которые предлагает нам мегалайнер. Давайте с вами разберем, на борту каких лайнеров есть эта зональность Яхт Клуба. Безусловно, не на всех лайнерах, а только на нескольких классах. Класс фантазии. Вообще, самый первый Яхт Клуб, он появился в 2008 году, когда был построен первый лайнер, на котором построили Яхт Клуб. Это была МСЦ Фантазия. Затем построены были Сплендида, Прециоза и Дивина. Это один класс, класс фантазии. Все эти лайнеры, они близнецы. Разница может быть только в том, в внутреннем убранстве, в декоре. А так на самом деле все, собственно, очень сильно похоже. То есть это единый класс. Далее, вы знаете прекрасно, что флот круизной компании МСЦ, он расширяется, пополняется динамически. Уже построен первый лайнер в классе Мировили. Он так и называется, лайнер МСЦ Мировили. Построены два лайнера в классе СИСАЙТ, СИСАЙТ и СИБЮ. На этих лайнерах также есть зона МСЦ Яхт Клуба. И далее, в классе Мировили построятся еще такие лайнеры, как Белиссима, Грандиоза, Виртуоза. Название пятому лайнеру еще даже круизная компания не дала. Мы ее называем просто Мировили плюс. Но у него будет, конечно, индивидуальное свое название. Вот на этих лайнерах тоже будет построено Яхт Клуб. Так же, как и на классе СИСАЙТ, на лайнерах МСЦ СИСАЙТ, СИСАЙТ ЭВА, на двух лайнерах названий точных тоже на данный момент нет. Так как эти лайнеры только в процессе постройки в проекте. О классе ВОЛТ мы знаем еще совсем мало. Был буквально один, наверное, рекламный пилотный ролик о данном классе. Удивительный, нестандартный класс. Внешне будет очень интересно. Необычно будут выглядеть лайнеры в виде волны эдакой. Высокой тоннажности. Лайнеры прекрасные. Вот четыре лайнера будут такие построены до 26-го года. И на них тоже будет построен Яхт Клуб. Ну что, давайте поговорим более подробно. Вообще, какие преимущества? Я бы выделила, наверное, основные преимущества. Мы поговорим и о множестве преимуществ, которые есть в Яхт Клубе. Но основные преимущества давайте выделим. Это действительно отдельная эксклюзивная зона. Сервис пятизвездочный. Даже, по-моему, насколько я помню, у Яхт Клуба стоят даже шесть звезд. Но не важно. То есть это действительно очень высокий уровень сервиса. Концепция All-Inclusive. Как внутри Яхт Клуба, так и на всем абсолютно лайнере. Отдельный специализированный ресторан высокой кухни, который построен исключительно для проживающих в Яхт Клубе. И такой немаловажный вопрос, как приоритетные посадки. Но об этом давайте все-таки более подробно поговорим в следующих слайдах. Где находится Яхт Клуб? Вы знаете, традиционно считается, что самое привилегированное место на лайнере это нос и самые высокие палубы. Но, наверное, это имеет место быть. Действительно. Хотя я, например, лично очень люблю проживать в самой дальней кормовой части. Мне очень нравится вид именно из этих кают. Когда ты смотришь на вот эту волну, которая отходит от лайнера. Потрясающий вид. Но традиционно считается, что действительно самое привилегированное место на лайнере это его носовая часть и самые верхние палубы. Именно там и расположена зона Яхт Клуба. Именно здесь находятся все сьюты. Мы не говорим слово каюта. Здесь только сьюты. Здесь находится такая прекрасная зона, которая называется Топсей Лаунж. Это великолепный лаунж, который находится на носу лайнера. Здесь находится Сандек. Это солнечная палуба со своими бассейнами, со своими джакузи, со своим баром. На некоторых лайнерах есть зона гриль. Что еще? Ну, про сьюты я сказала, Сандек я сказала. Ресторан. Ресторан Яхт Клуб. На новых лайнерах, новых поколений, на новых классах Мировили и Сисайд ресторан будет находиться в носовой части. На классе фантазии ресторан будет находиться на кормовой части. Но об этом тоже впереди немножечко более подробно поговорим. Эксклюзивная закрытая зона. Давайте рассмотрим вот этот слайд. Действительно, просто так в зону Яхт Клуба попасть невозможно. Каким же образом в нее попадают? Но дело в том, что вот эти носовые лифты, которые ходят с нижних палуб до самых верхних, только пассажиры Яхт Клуба могут пройти в свою зону, потому что они вставляют свои карточки в определенное углубление в лифте. И только тогда им лифт дает возможность подняться до той зоны, где начинается Яхт Клуб. Это 15-я, 16-я, 18-я палуба. И на классе фантазии и Сисайда в том числе 14-я палуба. Также стеклянные двери закрытые. Ты вставляешь свою карточку, и только тогда они открываются, ты входишь именно в зону Яхт Клуба. Свой собственный ресепшн. Знаете, это очень удобно, безусловно, потому что основной ресепшн, он традиционно расположен на пятой, на шестой палубе, то есть это та зона, куда приходит весь лайнер. Там все 3-4 тысячи, 5 тысяч пассажиров решают свои вопросы. Здесь же свой собственный ресепшн, который работает 24 часа в сутки, то есть ты выходишь из своего сьюта, все рядом, все близко, подошел, задал вопрос, заказал какой-то сервис. Это, конечно, крайне удобно. В этой же зональности находится Топсей Лаунж. Это прекраснейший, совершенно невероятный такой зал, лаунж, который находится рядом с зоной ресепшн, в котором находятся прекрасные оборудованные кресла с удобной посадкой. Панорамные, безусловно, окна. Вообще, знаете, очень здорово находиться в этом лаунже, когда лайнер входит в какие-то порты. Вот представьте себе, да, окна в пол, носовая часть лаунжа, ты находишься в этом прекрасном лаунже и наблюдаешь, как лайнер заходит в тот или иной порт. Это, конечно, невероятное зрелище, это прекрасно. А Топсей Лаунж немножко попозже вам тоже расскажу. Этому лаунжу посвящен отдельный слайд. Также я должна сказать про эксклюзивно открытую солнечную палубу. Все остальные пассажиры лайнера находятся в определенной зональности, где находятся общие бассейны. И очень часто так ты понимаешь, что когда ты выходишь в эту зону, ты понимаешь, да, действительно людей очень много на лайнере. Сами по себе бассейны, их достаточное количество, но они не такие большие. То есть, а здесь своя собственная зона, где в камерной обстановке спокойно можно прекрасно позагорать, искупаться, посетить в подогреваемом жакузи. В общем, великолепная атмосфера такая. Собственный отдельный ресторан, об этом мы тоже поговорим, и первоклассные сьюты. Особое внимание уделяется на таком понятии, как, вернее, не то, что уделяется внимание, а дело в том, что служба дворецких – это особая служба. К каждому сьюту прикрепляется свой собственный батлер или дворецкий, то есть по-разному, или консьерж, его по-разному абсолютно можно называть, но смысл остается одним и тем же. То есть это тот человек, который будет с вами находиться на протяжении всего маршрута и будет помогать абсолютно во всех, там, решать все абсолютно просьбы, которые поступают от пассажира. Ну, во-первых, да, когда мы говорим о самом первом дне, когда только круиз начинается, да, мы приезжаем в порт, это может быть или большой терминал, если это крупные порты, да, там, Барселона, Киль, я не знаю, и так далее, и так далее, Генуэ, то есть это большой терминал. В этом терминале обязательно будут находиться стойки отдельные, где будет написано MSC Яфт Клуб, именно туда наши пассажиры подходят, там, соответственно, не бывает очередей, и, собственно, с ними отдельно, то есть они проходят отдельную приватную такую регистрацию. Там же есть зона, где можно посидеть, выпить бокал приветственного просека или же просто какой-то водички, пока они сидят и оформляются, подождать, да, в очень удобной атмосфере и обстановке. И этот консьерж Батлер, он подхватит чемоданы и проведет зону Яфт Клуба, чтобы не самостоятельно искать эту зону, а он проведет туда, все покажет. Второй вариант, если нет вот такого большого терминала, про который я рассказывала, потому что, ну вот я сейчас не припомню, мы, по-моему, это было на Мальте, там нет терминала, там просто встречают на пирсе Батлеры, но они тоже так же встречают, они встречают в своей красивой форме, они ставят тебя в белых перчатках, с опознавательным таким значком на груди, то есть, понятно, они тебя уже ожидают, и они тебе так же помогают зайти на борт и знакомят тебя с Яфт Клубом. Собственно, задача Батлера или Дворецкого состоит в том, что они могут помочь разобрать или так же в конце круиза собрать чемоданы. Пожалуйста, об этом можно попросить. Если нужно, он отнесет вещи в химчистку, в прачечную, погладит, принесет обратно в сью. Заменит полотенце, это понятно, что даже два раза в день меняется полотенце в сьюте. Может почистить обувь. Что касательно газет, вот это интересный момент, еще в первый день тебе зададут вопрос, какую газету вы хотите, чтобы вам приносили каждое утро. То есть, есть перечень газет, в том числе на русском языке, ну, ты выбираешь какую-то газету и каждое утро, пожалуйста, тебе ее будут приносить. Это интересная такая удобная опция, чтобы быть в курсе всех дел, если хочется быть в курсе всех дел. Сервис работает 24 часа в сутки, поэтому наши консьержи, они обязательно доставят еду по любому требованию, напитки, ваше сью, то есть 24 часа в сутки. Про зону ресепшн я уже говорила, про это удобнейшее абсолютно место, где можно разрешать все вопросы, которые, в общем-то, могут возникнуть на протяжении всего круиза. То есть, если нужно забронировать СПА-пакеты, не нужно звонить самому в СПА-зону, можно прийти на ресепшн, чтобы они сами созвонились, выяснили, когда есть свободное время для тех или иных процедур, и сами решили все эти вопросы и записали пассажира. Бронирование, например, если мы говорим о лайнере Мировиле или СССА, где мы обычно говорим о том, что нужно забронировать себе ту или иную смену представления в театре, вот можно самим тоже не звонить, подойти на ресепшн и сказать, что я хочу прийти в театр, во сколько первое представление, там 19 часов. Окей, запишите мне, пожалуйста, я пойду сегодня в театр в это время. Все сделают. Если интересуют какие-то индивидуальные экскурсии, также можно забронировать. Трансферы, пожалуйста. Ну, в общем, все, что угодно. Ну и следующий такой момент, о котором мало кто знает, дело в том, что, может быть, иногда не хочется идти вот в эту зональность, не хочется идти самому в дьюти-фри, но интересуют какие-то эксклюзивные украшения или часы, поэтому можно попросить, чтобы презентацию данных украшений или часов провели в зоне яхт-клуба, или в каюте, или в зале, в топ-сен-лаунже, неважно, где это будет происходить. То есть можно заказать себе такую опцию. А если же все-таки спустились в зону дьюти-фри для того, чтобы самостоятельно пошопиться, что-то для себя присмотреть, если не хочется нести все эти покупки, которые были приобретены, то можно всегда попросить своего консьержа, который это принесет в ваши сьюты. Что заикается? Я смотрю, что вы пишете, что плохо слышно. Нет, ну слава богу. Итак, идем дальше. Давайте поговорим про кухню. Безусловно, вообще питанию на борту уделяется очень большое внимание, потому что круиз – это, конечно, впечатление, еще гурме-впечатление. Если говорить о яхт-клубе, то здесь вообще все великолепно и замечательно. В первую очередь потому, что именно у гостей яхт-клуба есть свой собственный ресторан высокой кухни, ресторан яхт-клуба. Здесь есть небольшой нюанс. Нюанс состоит в том, что на классе фантазии ресторан яхт-клуба, он построен на корме. Я считаю, что это такое немножко упущение, потому что есть с чем сравнить, потому что на новых поколениях, на новых лайнерах, на классе Мировили и Сисайд, рестораны уже, естественно, логично находятся в зоне яхт-клуба, то есть в носовой части. Никуда ходить не надо, все рядом, все близко. Как происходит на классе фантазии? То есть пассажиру яхт-клуба нужно выйти и пройти по открытой палубе в корму или же спуститься на более низкие палубы пассажирские жилые и пройти по этим палубам до конца лайнера в корму для того, чтобы попасть в свой собственный ресторан яхт-клуба. Еще есть такой нюанс, но я рассказываю так, как оно есть, так как мы это видели неоднократно и испытывали на себе. Я в яхт-клубе несколько раз жила, то есть не посчастливилось. Вот эти рестораны на корме, они еще расположены рядом с зоной бассейна, поэтому бывают комические ситуации, когда, например, приходишь в обеденное время, а люди в это время купаются, ходят в купальных костюмах, кто-то прислоняется к стенам ресторана яхт-клуб, но, в общем, немножко забавно, конечно, все это выглядит. Но, в общем, вся эта ситуация, она была исправлена на новом поколении лайнеров в классах Мировили и Сисайт, поэтому здесь, конечно, немножко другая атмосфера. Эти рестораны находятся в носовой части. Эксклюзивный Топсей Лаунж. Вот этот лаунж, про который я уже немножко рассказывала, там в течение всего дня также накрываются закуски, мини-закуски. Это могут быть какие-то канапы, орешки, какие-то маленькие клеры, сладости, фрукты. То есть в течение всего дня в определенной зоне Топсей Лаунжа можно прийти, что-то перекусить, что-то схватить. Также в этой зоне проходит в 5 часов вечера традиционное чайпитие в английском стиле, когда также приносятся какие-то сладости и проходит чайная церемония. Если мы говорим про кухню, есть еще вот эта вот солнечная палуба, которая расположена или на 18-й, или на 19-й палубе в зависимости от лайнера. Там находится тоже свой бар. И там в обеденное время или же во время завтрака тоже можно перекусить. Ужины там не накрываются, потому что это совсем небольшой такой бар. Но по крайней мере пообедать, и там будет, конечно, небольшой выбор блюд. Но для тех, кто хочет просто остаться в этой зоне, позагорать и никуда не ходить, всегда можно перекусить, безусловно. И, в общем-то, даже качественно пообедать. В той же зоне, на классе Мировили и на СИСЭД, находится зона гриля. Мы сейчас говорим с вами про солнечную палубу. То есть в отдельной зональности, в таком закуточке, можно попросить себе пожарить какое-то мясо. То есть зона гриля. Ну, здорово, здорово. Очень нравится нашим пассажирам. Ну вот, обратите внимание, пожалуйста, на один из ресторанов. Я думаю, что это класс СИСЭД. Давайте поговорим, что можно, да, когда можно приходить в зону ресторанов. Здесь можно и позавтракать, здесь можно и пообедать, здесь можно и поужинать, безусловно. В этих ресторанах работают сомелье, которые подскажут, какое вино больше подходит к тому или иному блюду. Здесь работают, конечно, совершенно перфектные официанты, прекрасно обученные. Здесь великолепная подача, здесь великолепная атмосфера. То есть и очень высокая кухня. Безусловно, в этом ресторане сюда приглашаются особые повара. Ну, мы не говорим о мишленовских звездах, нет. Но, да нет, ну не важно, зачем, собственно, даже так сравнивать, да. Но все равно высокая очень кухня, красивая подача, то есть, ну, великолепие полное. Ну, давайте более подробно поговорим про топ-сейлонж. Дело в том, что посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Да, здесь действительно панорамные вот эти окна, про которые я говорила. Очень красивые виды, здесь приятно очень проводить время. Здесь очень комфортные диваны, кресла находятся. В этой зоне, в одной из зон, находится комната, где можно покурить. Сигары там курить не разрешено, а сигареты можно покурить. Здесь также на некоторых лайнерах, в частности на классе фантазии, есть такие специальные экраны, где выводится информация навигационная. Как далеко до ближайших там портов, ну, какая-то техническая информация, которая может быть людям вовлеченным, интересно. Да, здесь тоже находится, безусловно, бар. Здесь находится, как я говорила, такая зона специальная, где в течение всего дня накрываются мини-закуски для гурманов. Здесь проходит пятичасовой послеобеденный чай в английском стиле. И вечерами здесь шеф-повара представляют какие-то такие необычные закуски, которые можно попробовать полночником. В этой зоне стоит фортепиано, рояль, вернее. Вечерами, безусловно, приглашаются сюда музыканты, и здесь звучит лаунж-музыка. Ну, в общем, замечательный лаунж, который очень любим нашими пассажирами. Про эту зону-ту тоже мы с вами поговорили, но давайте более подробно. Да, вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Бассейн, джакузи подогреваемые, лежаки комфортные. Безусловно, из очень хорошего хлопка полотенца специальные. Такие даже одеялки есть, которыми можно прикрыться, если прохладно. Обратите внимание вот на эту крышу необычную. Мы в этом году, когда были на Мировилле, обратили внимание, что такая конструкция интересная. Дело в том, что вот эта конструкция, она создана для того, чтобы под этой крышей можно было загорать, но немножко сдерживать ультрафиолет, чтобы не сгореть. Вот в таком вот стиле все сделано. Если говорить, кстати говоря, об убранстве, вот об этом я немножко не говорила. Сейчас немножко отличается класс фантазии от последующих классов. Там Мировилле и Сесайд по своему декору. На новых поколениях лайнеров, скажем так, более выдержанная атмосфера, это больше стиль хай-тек. Если на классе фантазии, стразы Сваровские, очень много золота, какие-то картины висят. Ну, то есть вот такой вот стиль, более классический, богатый, скажем так, в нашем понимании, да, то на новых лайнерах немножко меняется концепция стилистика декора. Здесь более выдержанная цветовая гамма, серого много цвета. На самом деле очень красиво. С необыкновенным вкусом все сделано. Знаете, просто поражаешься, на самом деле все говорят итальянский стиль. Вот здесь он очень сильно чувствуется. Очень высокий класс вот именно вот такого декорирования. Очень с большим вкусом все сделано. Как я сказала, вот именно в этой зоне, на Сисайде и на Мировилье находится бар с грилем. Ну, мы с вами уже, в общем-то, поговорили про еду и где можно позавтракать и пообедать и поужинать. Мне кажется, с этим, наверное, вопросов нет. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в чате. Валентина, которая мне сегодня помогает, она в чате вам ответит. Так, мне кажется, в принципе, я на все вопросы ответила. Да, я не сказала о том, что завтрак можно заказать в свой собственный стиль. Но это понятно, это естественно, потому что в сервис 24 часа все эти блюда бесплатно будут доставлены. Или пицца, или, я не знаю, ну, все что угодно. Мясные какие-то блюда, салаты, алкоголь. Пожалуйста, все что угодно. Как позавтракать возможно, так и в течение 24 часов в сутки можно заказывать сервис в сьют. Если бы мы с вами приехали в яхт-клуб несколько лет тому назад, скажем так, года два тому назад, то система All-Inclusive, она существовала бы только в зональности яхт-клуба. Вот именно только на носу, в той зоне закрытой яхт-клуба. Концепция поменялась где-то примерно два года тому назад, а All-Inclusive для пассажиров яхт-клуба сделали абсолютно на всем лайнере. Поэтому пассажиры выходят из своей зоны, приходят в общественные зоны лайнера, приходят в любые из баров, и для них везде All-Inclusive. То есть ограничений нет. Я даже сказала бы, что у них All-Inclusive плюс. То есть в их пакет включено большее количество преференций, то есть большее количество разнообразного алкоголя, премиум-класса в том числе, чем для других пакетированных этих услуг. Ну давайте немножко поговорим о сьютах. Сьютов несколько категорий. Сьют-делюкс, сьют-экзекьютив есть такое, сьют-сьют-ройл, и даже есть внутренний сьют. Почему и для чего нужен, об этом обязательно поговорим. На разных лайнерах разное количество сьютов. Я уже говорила, что на классе Мировили и Сисайда зона яхт-клуба, она больше. Там на одну палубу даже яхт-клуб больше. Там есть еще и 14-я палуба. Кстати говоря, 17-й палубы нет. Палубы нет вообще на лайнерах, потому что число 17 является несчастливым числом для итальянцев. Поэтому мы всегда перепрыгиваем с 16-й на 18-ю палубу. 17-й не бывает. Итак, когда наши пассажиры приезжают, батлер открывает двери их сьютов, их всегда будет ждать приветственная бутылка шампанского, фрукты. А вечерами на их подушку будет класться какой-то эксклюзивный шоколад, каждый день новый. Если говорить о белье, то это будут эксклюзивные простыни из египетского хлопка, халаты, тапочки, безусловно, будут. Эргономичные матрасы, очень удобные, очень комфортные, то есть очень хорошо, очень комфортно спать в этих сьютах. Что касательно мини-бара. Мини-бар тоже, естественно, включен в стоимость. Он каждый день пополняется, и дворецкого можно попросить сказать о том, что водку я не пью, вы, пожалуйста, не приносите вот эти миниатюры, я пью виски, приносите мне только виски. Он, безусловно, выполнит это по желанию и будет приносить и заполнять мини-бар теми напитками, которые любит пассажир. Меню подушек присутствует, но, вы знаете, это тоже опция такая достаточно приятная и интересная. Предлагается такая карточка лежит, где нарисовано, как эти подушки выглядят, есть их описание, и из этого описания может быть непонятно, насколько комфортна может быть эта подушка, поэтому всегда можно попросить демонстрацию, приносит эти подушки, ты их тестишь и выбираешь ту, которая тебе суперудобна, и спишь на ней в течение всего проезда. Ванные комнаты. Вот здесь, вы знаете, тоже бывает по-разному. Если у нас раньше было в понятии сьюта, если мы говорим о ванной комнате, то это была всегда вроде бы как ванная. Это была, ну, лечительная особенность сьюта. Сейчас все меняется. Вот на классе Мировили и Сесайт ванную убрали из ванной комнаты и поставили очень большую, очень комфортную, большую душевую кабину с этим прекрасным ликой душевой. В общем, очень комфортно, очень удобно принимать ванну, принимать душ, вернее. То есть, может быть, и так, и так. На классе Фантазии это будет ванная, на других классах это будет душевая кабина. Интерактивное телевидение в каюте, да, безусловно. Доступ в интернет, но интернет в Яхлубе платный. Он не бесплатный. Кондиционер, телефон, сейф, фен. Все это присутствует. Кондиционер управляемый. То есть, хочется потеплее, пожалуйста, прибавил. Похолоднее, убавил. На классе Мировили и Сесайд поставили кофемашину Неспрессо, поэтому можно самостоятельно заваривать себе капсульный кофе. Ну и гардеробная комната. На классе Фантазии это будет всегда полноценная гардеробная комната, в которую можно даже пойти. То есть, это такая достаточно просторная комнатка. Уходит немножко от этой концепции. На классе Мировили и Сесайд в большинстве в своем это просто вместительные такие большие шкафы для одежды. Давайте поговорим о категории Сьют Делюкс. Я эту категорию люблю больше всего. Почему? Потому что очень просто продавать, скажем так. Потому что все понятно с этим Сьютом. Он однокомнатный, он с балконом всегда. Площадь номера может быть от 24 до 28 метров, включая балкон. По поводу размещения. Большинство Сьютов все-таки двухместные. Четырехместные Сьюты тоже есть, но их небольшое количество. Поэтому, пометуя о раннем бронировании, вот если вы хотите четверых человек отправить в Яхтпуб, такие, конечно, круизы нужно бронировать достаточно заранее, потому что кают четырехместных, к сожалению, ограниченное количество. Дополнительное место, что из себя будет представлять, это будет раскладной двуспальный диван. Наконец-то мы с вами подошли и поговорим о стоимости. Сколько же стоит Яхтклуб? Вот эта стоимость, которую я написала, 1700 евро на человека, это стоимость минимальная. То есть я нашла самую маленькую стоимость в низкий сезон на одного человека. Сюда не включен портовый сбор. Если мы говорим про недельный круиз, да, это стоимость недельного круиза по Средиземноморью. То есть 8 дней в Яхтклубе, в Сьюте Делюкс будет стоить от 1700 евро. Портовый сбор это где-то примерно 120-130 евро, по-разному бывает. Вот такая вот стоимость. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию этого приятного, замечательного Сьюта. Декор везде будет разный абсолютно. Как я сказала, на классе фантазии более яркие номера. Сейчас все-таки более приглушенные краски такие используют. Много серого, спокойной такой тональности. Следующий тип Сьюта, который существует. О, нет, да, еще забыла сказать. Действительно, есть же такое у нас новшество. На Мировиле и на Си-сайт Сьют и Делюкс могут поставить тренажер Техноджим Кинезис. Вот посмотрите, пожалуйста, как он выглядит. По-моему, на следующей фотографии, да, он более хорошо представлен, это эдакий тренажер, с помощью которого можно заниматься спортом. Эти Сьюты будут немножко дороже стоить, там стоимость будет от 1800 евро на человека. Переходим к следующей категории Сьютов. Это Сьют Экзекьютив. И вот здесь нужно быть внимательным. Ну, во-первых, эта категория, она присутствует только на классе фантазии. На Мировиле и на Си-сайде этой категории Сьютов нет. В чем основная особенность этих Сьютов? В том, что они двухкомнатные и то, что они с окном. То есть, да, эти Сьюты, они находятся на носу лайнера, но окна запаяны, они не открываются, и выйти на балконную часть, хотя ее как бы видно, но туда нет такой возможности. Сьюты огромные, они достигают площади до 53 квадратов. И еще такой очень важный нюанс, вот если об этом не рассказать пассажирам, ну, просто пропустить, да, эту информацию, об этом не рассказать, это будет проблема, скажем так, потому что эти Сьюты, они находятся на 12-й палубе, палубе вне зоны основной яхт-клуба. То есть на 12-й палубе, на обычной, на обычной, на жилой палубе, где живут, ну, простые пассажиры с возможностями Бэлла, Фантастика и так далее. Этих Сьютов всего три, стоимость этих Сьютов от 2400 евро. Ну, просто знайте, пожалуйста, что есть такие Сьюты, их тоже можно предлагать, они великолепные, но они вот с таким вот нюансом, на 12-й палубе и без балкона. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Если вот вглубь туда посмотреть, вы увидите, что там спальня, ой, нет, спальня здесь, извините, это просто отражение в окне, неважно. Ну, в общем, вторая комната, это будет просто холл такой, где будет стоять диван, телевизор, очень комфортный красивый номер. Итак, мы с вами подошли к следующей категории номеров, это самые дорогие номера, называются они Сьют Роял Яфт Клуб, они двухкомнатные, они, безусловно, с балконом. Если говорить про площадь данных Сьютов, то на классе Фантазии они там 36 где-то квадратов примерно, а уже на классе Мировили и Сесайд они огромные, порядка 56 квадратных метров сам Сьют и 30 метров балкон. И при этом на Мировили и на Сесайде на этом балконе будет находиться свой собственный джакузи, будет находиться обеденный стол, в общем, прекрасные, великолепные, потрясающие Сьюты. Максимальное размещение в данных Сьютах 4 человека. Что я еще должна сказать по поводу стоимости? Да, стоимость начинается от 3000 евро на человека. На классе Дивини, вернее, на лайнере Дивини, Дивини есть такие Сьюты, которые оборудованы и посвящены крестной матери МСС, которую зовут Софи Лореном, великолепной нашей актрисе. Вот, и вот эти Сьюты, Роял Сьюты, они декорированы ее фотографиями. Очень красивые Сьюты, мы их видели, конечно, были прожжены. Очень здорово сделано. Ну вот, представлена спальня. Посмотрите, пожалуйста. И следующая комната, вот так выглядит вторая комната с диванами, опять же, вы посмотрите, пожалуйста, видите, здесь кофемашина стоит. Это класс Си-сайт, я думаю, фотографии взяты оттуда, с этого сайта, с этого класса. И последняя категория, про которую мы сегодня поговорим, это Сьют внутренний. Очень часто задают вопрос, зачем вообще, почему, зачем это нужно? Вы знаете, объяснение очень простое. Дело в том, что некоторые пассажиры приезжают с нянями, некоторые пассажиры приезжают с охраной, и поэтому эти люди, они должны находиться рядом. Но, вот, скорее всего, именно я думаю, что, ну, мы так решили, и я думаю, что в этом есть логика, вот эти вот Сьюты построены именно для таких пассажиров. Хотя, может быть, и нет. Может быть, кто-то выберет, захочет действительно пожить в зоне яхт-клуба, но пожить дешевле. У них будет такая возможность, потому что, обратите внимание на стоимость, стоимость этих Сьютов начинается от 1400 евро с человека. Еще раз говорю, что стоимость, я это говорю, за недельный круиз, ну, например, в регионе Средиземноморья, потому что круизы, например, в Харибском регионе, они априори немножко дороже стоят. Поэтому, скорее всего, это стоимость именно круизов в Средиземноморье. И размещение в этих Сьютах будет двухместное, то есть здесь уже четверых человек поселить будет невозможно. Ну, вот, посмотрите, пожалуйста, как он выглядит. Очень мило, по-моему. Еще поговорим о дополнительных опциях. Дело в том, что наши пассажиры, проживающие в яхт-клубе, они могут, у них есть такая преференция, то есть они могут на лифте яхт-клуба спускаться в зону спа. Вот эта опция, она присуща только на лайнерах класса фантазии, то есть из собственного яхт-клуба садишься на лифт, который находится в зоне яхт-клуба, спускаешься на буквально одну палубу вниз, и там расположена зона спа. И ты заходишь в отдельный вход, не там, где ходят все пассажиры лайнера, а это отдельный вход, то есть отдельный заход. Это очень удобно, очень комфортно, надел свой собственный халат, тапочки, поехал, незаметно вошел в этот спа, удобная очень опция. И самое главное, здесь есть тоже такая преференция, что для всех пассажиров яхт-клуба посещение термальной зоны спа входит в стоимость уже, то есть каждый день можно ходить в эту термальную зону, где расположены опять же теплые бассейны, джакузи, соляные комнаты, массажные кабинеты есть, турецкие бани, есть такие души, шарко или как они правильно называются, где то ледяная, то теплая водичка. Ну в общем, очень здорово можно проводить время именно в этой зоне, и все это будет бесплатно для наших пассажиров. Если говорить о классе Мировилья и Сисайт, то здесь уже такой опции не получится, то есть на своем собственном лифте спуститься в спа, здесь придется несколько палуб проехать на основном лифте, потому что спа-центр на Мировиле и на Сисаде построен на более низких палубах, поэтому немножко туда нужно будет добраться, но это тоже носовая часть, через весь лайнер ходить не нужно, ну проехать просто несколько этажей, ничего страшного. Ну вот посмотрите, пожалуйста, спа-центр, фотографии с наших лайнерах новых, тоже думаю, это или Мировилья, нет, это не Мировилья, так как здесь показана вот эта вот еще ледяная комната, она есть на классе Сисайт, то есть там лежит реальный вот такой вот искусственный снег, куда можно бабахнуться после теплых саун, здорово. Ну в общем-то про все привилегии мы поговорили, про многие моменты я вам, про которые должна была рассказать, я рассказала, но о чем мы должны еще с вами поговорить? О том, что, конечно, это очень здорово, вся эта зональность, когда ты находишься внутри вот этого клуба, когда все для тебя великолепный сервис, великолепные сьюты, обслуживание, атмосфера, вот это уединение, когда очень мало людей, когда очень комфортно, все это, конечно, великолепно, абсолютно, очень возвратный продукт, кстати говоря, о чем я не сказала, яхт-клуб сейчас продается просто великолепно, если когда он только появился, мы его очень сильно раскручивали, да, так же, как и круизная компания, много было вообще, ну не акции, но по крайней мере очень активно мы продвигали. Сейчас этот продукт даже продвигать особенно не нужно, потому что он супер, супер востребован. То есть если посмотреть продажи, да, и посмотреть ближайшие круизы, вы увидите, что мест в яхт-клубе буквально-таки нет. И очень часто бывает так, что когда мы приезжаем с рекламными группами, говорим, покажите нам яхт-клуб, нам очень редко подтверждают даже этот просмотр яхт-клуба, потому что одна из таких важных вещей – это комфорт пассажиров, то есть не хочется им запускать наши группы, когда у нас там по 30-40 человек, дабы нарушать покои пассажиров, но и очень часто бывает отказ, но иногда прорываемся, все-таки смотрим, вот, да, полная заполняемость, то есть очень все востребовано и возвратный продукт. Кто уже понял, что такой яхт-клуб, хочется туда возвращаться, люди возвращаются. Ну так вот, в чем еще прелесть этого яхт-клуба, я в начале своего рассказа об этом говорила, ведь можно выйти из него и воспользоваться абсолютно всеми теми привилегиями, по которым предлагают наши мегалайнеры. Понимаете, это и Цирк Де Солей, это различные детские клубы. Дело в том, что для детей вот внутри яхт-клуба толком ничего нет, да, но у нас же есть наш лайнер замечательный, куда можно опять же отдать детские клубы по пяти возрастным группам, в эти детские клубы и ребенок проведет время там. Представления в театрах, бутики, магазины, бары, дискотеки. Ну, не знаю, перечислять очень много можно буду, я не буду, наверное, этого делать, потому что вы уже смотрели наши вебинары, вам об этом очень много рассказывали о наших лайнерах. Есть чем заняться на лайнере, есть куда сходить, есть возможность прекрасно провести время. То есть все это есть в доступе и для пассажиров яхт-клуба, безусловно. Пожалуй, все, ну а сейчас как бы вишенка на торте, да, заключительный наш слайд. Дело в том, что буквально неделю тому назад мы получили пресс-релиз от кроездной компании МСИ с такой супер новостью. Мы были, конечно, очень сильно обрадованы, удивлены. Я, например, не ожидала и не знала, то есть никто мне об этом ранее не рассказывал. Ну, в общем, к чему я готовлю? К тому, что компания МСИ выходит в сегмент ультралюкс. С 23 года по 26 год компании МСИ построят 4 лайнера, каждой вместимостью порядка 500 человек, потому что в люксовом продукте не бывает лайнеров на 3, на 4, на 5 тысяч человек. Это уже получается не люкс. Поэтому это будут камерные маленькие корабли со своим высочайшим уровнем обслуживания, консервисом. Все, что входит в понятие люксовых круизов. Это будут уникальные маршруты, потому что именно эти лайнеры маленькие, небольшие, они смогут заходить в определенные укромные порты. Поэтому сетка данных маршрутов, она должна быть уникальной и очень интересной. Поэтому ждем новости от круизной компании. Я думаю, что сейчас начнут продвигать этот продукт, больше о нем рассказывать. Я просто вам вот об этом рассказываю, потому что это буквально вот новость, новость, которую нам недавно абсолютно сообщили. То есть очень рады этому событию. То есть у нас появляется люксовый продукт в ринейке в продолжении яхт-клуба, скажем так. То есть сейчас люксовый продукт это яхт-клуб, а будет уже отдельный сегмент, это будут отдельные лайнеры, отдельные направления. Ну что, друзья мои, спасибо. Есть ли кровати твин? Да, кровати твин. То же самое, можно всегда раздвинуть, сдвинуть кровати по вашему желанию. Проблемы никакой нет в этом. По поводу чаевых и сервисного сбора. Но я думаю, что Валентина вам сейчас отвечает на эти вопросы. Я вас благодарю за внимание. Спасибо вам большое. Думаю, что данный вебинар был вам полезен. Если какие-то есть вопросы, Валя еще останется в чате на ваши вопросы ответит. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok